Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы говорим о самых важных событиях, которые связаны с городским округом Люберцы, с жизнью Московской области. Ну и, конечно же, представляем вам тех людей, которые так или иначе принимают в этом активное участие. Ну а сегодня у нас столичный гость, киножурналист Давид Шнедеров, с которым мы поговорим о кино, о кино вообще, и о том кино, которое довольно-таки часто находит свой дом в плане съемок в самых разных частях Московской области. Здравствуйте, Давид! Здравствуйте, Николай! Да, мы с вами знакомы, поэтому, думаю, можем перейти на «ты», чтобы нам было легче. Скажи, пожалуйста, ведь это правда, что в Московской области снимать кино гораздо дешевле, чем в самой Москве? Начнем с простых экономических позиций. Значит, насчет экономики. Почему снимают кино в Америке, скажем, везде, кроме самого Лос-Анджелеса? Потому что в большинстве американских штатах есть так называемая система возврата вложенных денег. В штате Луизиана она доходит до 45%. То есть те деньги, которые потрачены на съемки в штате Луизиана, 45% этих денег возвращается. Потому что очень выгодно, когда снимают кино. Рабочие места, соответственно. Налоги, которые платят люди на этой территории. И так далее, и так далее. Потому что все равно вы, основную часть съемочной группы, весь как бы second unit, вы все равно нанимаете в штате. Это гостиницы, это рестораны и прочее. Потом дальше приток туристов и так далее. То есть это для штата очень выгодно. Сейчас в России тоже начали внедрять эту систему. И Московская область во главе с губернатором Андреем Воробьевым тоже вступила в этот конгломерат российских территорий, которые возвращают кинематографистам часть потраченных денег. Звучит прекрасно. Звучит прекрасно. Ну, для примера. Юрий Грымов снимает в Подмосковье «Три сестры». Блокбастер «Т-34» снимается в Подмосковье. Сериал «Не насти» Сергея Урсулика снимается в Подмосковье. Хотя действия этих фильмов близко к Подмосковью не имеет. Но Подмосковье настолько богатый регион. Разными природными ландшафтами, лесами, полями, реками. И что здесь можно снимать, собственно, все, что угодно. Наверное, кроме пустыни Сахар. Кстати, я сам снимался в фильме. Мы играли оперативников. Ну, как любой актер должен рано или поздно сыграть оперативника. Причем это были оперативники города Владимира, которые мы успешно снимали в Видном. Ну, конечно. Снимаются сейчас фильмы. Мы уже закончили съемки «Страсти по Зое». Зои Космидемьянской. И, наверное, один из последних проектов по роману Алексея Иванова снимают картину «Страсти Пармы» Андрея Мегердичев. Снимают картину. Поэтому в Подмосковье снимается много. И кинематографисты район любят. Ехать далеко не надо. Инфраструктура есть. Природные условия есть. Очень удобно. И ночевать в Москве можно. И ночевать в Москве можно, конечно. Скажи, пожалуйста, а насколько это выгодно жителям, где происходят съемки? И, например, если... Ну, мы знаем, да, что где-то, может быть, квартиру надо снять, где-то, может быть, снять надо частный дом. Вот житель нас сейчас смотрит, например, кто-нибудь из жителей городского округа Люберцы, и хочет предоставить свою площадь для съемок. Что для этого нужно сделать? Ну, я не знаю, что нужно для этого сделать. Но вы понимаете, да, что строить, скажем, деревню ради съемок никто не будет. Это слишком дорого. Поэтому действительно берут, переезжают в деревню. И вы знаете, что многие члены съемочной группы селятся в домах у сельских жителей и ходят кинематографические легенды о том, как съемочную группу, как великие русские артисты жили в домах у жителей, как они их принимали, какое было гостеприимство. И, конечно, это очень удобно. Конечно, и снимают дома для съемок, снимают квартиры для съемок. Ну, вот я расскажу одну легенду. Я тогда жил на Украине, или как в Украине теперь принято говорить, в городе Днепров-Петровск, который сейчас называется Днепр. И там снимался известный фильм «Родня» Никиты Сергеевича Михалкова. И он снимался отчасти в квартире моей тети Нины Валентиновны. И она рассказывает такую историю. Шесть утра, звонок в дверь. Ну, кто там? Здравствуйте, я режиссер из Москвы Никита Михалков. Ну, со своим голосом. На что у меня Нина Валентиновна такая женщина крепкая, говорит, знаем мы вас таких, иди отсюда. В девять утра звонок. Приходит с участковым. Открывается дверь. И стоит Никита Сергеевич Михалков, участковый. Здравствуйте, вот мы хотели бы посмотреть вашу территорию, мы хотим снимать фильм. И таки вот именно на этой территории они снимали. И я, будучи еще довольно, в общем-то, маленьким человеком, присутствовал на этих съемках. Вот как раз то, о чем ты говоришь. То есть вся квартира, это одна какая-то актерская история. Вот там, если ты помнишь фрагмент, где играет на баяне. Когда Федя Стуков в виде девочки выходит из шкафа. Да, 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 это вот все снималось там, мотоцикл вот ездил у них до сих пор. Долгое-долгое время гараж с этим рисунком устроился. Ну, Никите Сергеевичу повезло, что он попал к твоей тете, что это сразу была нужная квартира. Вот такая история. Скажи, а почему сегодня кинематографистам нужна эта натура? Ведь можно сегодня где-нибудь там в глав кино или на каких-нибудь бывших заводских территориях такие сделать хоромы? В свое время, когда замечательный режиссер Мартин Скорсези снимал фильм «Банда Нью-Йорка», он снимал в Италии на студии Чини Чита, где был построен Нью-Йорк XVIII века, где, собственно, снимались Дэнио Дэль Юйс, Леонардо Ди Каприо, Кэммера Диас. Ну, все красиво. И к нему приехал на площадку его друг. И Мартин его пригласил для того, чтобы показать, какие замечательные декорации, как все построено, как все красиво. Друга зовут Джордж Лукас. Тот самый человек, который сделал все эффекты, все сделал для «Звездных войн». его «Лукас Филмс» – крупнейшая в мире компания по производству компьютерных спецэффектов. Мартин Вадил показывал все, после чего Джордж Лукас, они куда-то сели, Лукас открыл лэптоп, и мгновенно воспроизвел на компьютере все декорации, над которыми трудились художники и прочее, и прочее. Говорят, что Мартин Скорсези заплакал. Не знаю, насколько это правда, но снимать все на зеленом фоне, ну, конечно, можно, но все равно ощущение, и у актеров ощущение, когда ты играешь в настоящих условиях, на натуре, конечно, другое. Просто режиссеру с артистом легче работать, чем если ты знаешь, что сзади просто зеленый экран. Ну, я объясню просто для тех, кто, может быть, не знает, зеленый экран вешается для того, чтобы потом на этом зеленом экране можно было подложить любой город, любую картинку, и создается ощущение, что это реальность. На самом деле, и студии такие, кстати, телевизионные есть, вот в отличие от нашей, у нас здесь все настоящее. И телевизионные, и киностудии, конечно. Очень много зрителей, которые смотрят телевизор, и даже не подозревают, что, ну, не в данном случае, вот за Николаем абсолютно реальны, вот это все настоящие мониторы, а очень часто бывает, когда сидит ведущий, и сзади него картинка движущегося города, целая жизнь. На самом деле, сзади него зеленый или синий экран, который называется хромакей, и вместо него подкладывается картинка. Конечно, в кино это используется, но, а, это дорого, б, это для актеров, конечно, удобнее, вы все-таки, многие режиссеры, большие, они предпочитают все-таки живые съемки. Я видел, был на съемочной площадке фильма Пола Верховена, Старшир Труппер, Звездный десант, и там должны были быть гигантские жуки, которые атаковали людей, и их рисовали, естественно, компьютере. А на площадке изображал их сам Пол Верховен со шваброй, он держал в руках огромную швабру и тыкал ей в актеров, потом это на синем фоне вырезалось, и вместо этого подкладывалось изображение. Поэтому в Москве очень удобно, потому что можно куда-то приехать. Я знаю, в Люберцах есть замечательный песчаный карьер. Там можно снимать берега любого моря. Я знаю, что фильм, например, диалоги, часть фильма снималась на этом карьере. На карьере лучше снимать, чем, например, Эйзенштейн в Ване, по-моему, снимал что-то. Я тоже, кстати, воспоминания такие, как сделать так, чтобы поезд ехал. Когда люди в вагоне, в настоящем, актеры снимаются, надо сделать, чтобы поезд качался. Не камеры же качать. Это очень хорошо показано в фильме ДМБ Романа Качанова, когда стоят духи, раскачивают кое, а другой фонариком проводят перед глазами дедушки. Так это и происходит. На специальных площадках стоят специальные люди, которые раскачивают этот поезд, дается команда, начали, поехали. Машину ставят на платформу, перед машиной стоит оператор, едет платформа, машина даже и не думает двигаться. Особенно вот эта съемка довольно сложно в московских пробках снимать, потому что если надо большой круг сделать, у меня бывало такое, вот мы едем, едем, мы уже отсняли, а чтобы следующий дубль надо опять развернуться и так далее. Ну хорошо, давай поговорим немножко о проблемах кино. Я имею в виду, вот ты сказал о возвращении денег. Правда ли, что уже на уровне министерства сейчас хотят, чтобы и иностранные режиссеры, снимая здесь, на территории страны, возможно, в городском округе Люберца, тоже получали, возвращали им деньги? Конечно. Вообще, в Америке снимать с одной стороны дорого, потому что, несмотря на возвраты, все равно есть места, которые в Америке не снимешь. Одно время все американское кино снималось на студии Барандов в Чехии. Одно время. Потом студия Барандов стала дорогой. И был момент, когда эту инициативу перехватил Мосфильм. И довольно большое количество американских лет мой друг, продюсер Сергей Конов снимал американские фильмы с лауреатом Оскара Роландом Джоффе, режиссером. Снимал на Мосфильме. Хотя действие происходило в Америке и прочее, прочее, прочее. Это же было дешевле. Потому что было дешевле. Но потом Карен Георгий Шахназаров восстановил Мосфильм, он стал дорогой. И сейчас очень много снимают в Болгарии и Румынии. Да. Потому что там дешевле рабочая сила. И ландшафт такой, что можно подогнать. И ландшафт можно подогнать. Если сейчас Минкульт все-таки решит вопрос с частичным возвратом денег западным кинематографистам, которые будут снимать в России, это будет прекрасно. Это будет хорошо. И... Second Unit был российский. Рабочие места те самые, да. Рабочие места. И прожектором основным треснули об столб. Это бывает. Осветители наши. Светики. Светики. Они не всегда в адеквате. Они треснули об столб. Было воскресенье. Нужно было искать начальник склада на Мосфильме, вести его на Мосфильм, раздобывать эту лампу. Я потом сидел с замечательным артистом Ричардом Тайсоном, который играл главного злодея в фильме с Шварценеггером «Детсадовский полицейский». Я у него спросил впечатление о России. Он говорит, я обожаю Россию. Я такого гостеприимства, такой красоты, такой кухни. Потом задышал и сказал, таких красивых девушек. Я говорю, подожди, старик, скажи, насколько мы отстали от вас в кинопроизводстве? Он говорит, навсегда. Хорошая точка. Сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию и продолжим программу «Открытый диалог». Напомню, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а у нас в студии киножурналист Давид Шнейдеров «Говорим о кино». Довольно интересная тема. Кино, которое пытается найти новые места для съемок. Мы поговорили о том, что многие фильмы снимаются в Московской области. Хотя действие происходит не в Московской области. Поговорили о том, что уже даже западное кино хочется, чтобы оно оказалось каким-то образом здесь. В общем, о некоторых тонкостях этого самого процесса. Скажи, вот еще такой момент. Каждый город, я имею в виду областной центр в данном случае, не говоря о Москве, о Питере, пытается, чтобы у него был какой-то кинофестиваль. Фестивали бывают разные. Мы с Давидом часто общаемся, поэтому этот человек, который, если вы захотите, всегда вам расскажет, в чем разница между премией и фестивалем. Но а города, городской округ Люберцы, он тоже, может быть, хочет иметь какое-то свое кинодейство. Что бы ты предложил? Что можно придумать в данном плане? Ну, например, фестиваль фильмов, которые снимались в Подмосковье. Это требует, к сожалению, от города, от области определенных затрат. Потому что за деньги люди в кино не пойдут. Нужно делать бесплатные билеты. Алла Сурикова, Алла Юлинишна, проводит кинофестиваль «Улыбнись, Россия» в городе Тула. Там билеты бесплатные. Люди сидят в проходах друг у друга на коленях. Люди давятся, чтобы попасть в кинотеатр. Но я был, помню, в Южно-Сахалинске и на кинофестивале демонстрировался фильм «Орда» Андрея Прошкина. Ты не представляешь себе, что творилось. Чуть не разнесли этот зал. Ровно через две недели фильм выходит в прокат. Пустые залы. Люди не хотят платить деньги. Значит, нужно вкладывать деньги в рекламу. Хорошо. И тут, кстати, возникает вопрос, помимо фестиваля, вообще, как сделать так? Понятно, что на какие-то фильмы, которые пытаются раскрутить куда большие рекламные деньги вложены, хочешь, не хочешь, все-таки народ какой-то идет. Хотя выходит очень зачастую в не очень приятном состоянии духа. Но есть масса фильмов, которые проходят не очень заметно, хотя они достойные. Почему зритель не ходит в кино просто как в кино? Это очень долгий разговор. Я могу привести, Коль, очень грустный пример, что картина Андрея Звягинцева во Франции собирает больше денег, чем в России. Во Франции больше любят русское кино, авторское, чем у нас. Это позор. Я считаю, что мы потеряли умного зрителя. Просто потеряли. Вот сейчас ты на опасную выходишь тропинку. А что такое умный зритель? Я объясню. Я приведу примеры. Фильм Джон Картер. Тотальный провал по всему миру. Уволен креативный директор Walt Disney Studios везде, кроме России. Голодные игры, национальный американский бестселлер, все хорошо, вся Европа, тотальный провал, везде, кроме России. Фильм, артист, удостоенный Оскара. Не любят, американцы не любят черно-белое кино, не на английском языке, не мой, и прочее, 90 миллионов долларов. В России меньше трех. Мы разучились смотреть хороших. То есть мы остались в 90-х, что ли? Ну, когда боевичок, или даже мой 80-х? потреблять марвеловскую жвачку. Знаешь, у меня был очень забавный разговор с продюсером, с русским, с одним хорошим. И он говорит, я решил вычислить критерий, почему то или иное кино пользуется популярностью. Говорит, я понял. Популярностью пользуются фильмы, которые не мешают. Они не мешают жрать попкорн. Они не мешают хватать за коленку и выше соседку. Они не мешают общаться с друзьями. Они не мешают. Хорошее кино всегда мешает. Давай попробуем какие-то тезисы набросать, как вернуть этого уного зрителя или как создать его. Я вот по себе говорю, да, я, может быть, с удовольствием бы сходил в кино, даже когда есть время. Но очень часто, это, кстати, и с театром связано, с нашими столичными театрами, и я тоже бываю во многих регионах с театрами больших городов, миллионников и так далее. Ты идешь и не знаешь, есть ли в этом смысл. Может быть, лучше не ходить? Ну, во-первых, идя в кино, ты всегда знаешь, есть ли смысл. Потому что всегда можно найти трейлер, аннотацию и прочее, прочее. Всегда. В стопроцентных случаях. Ты всегда можешь найти, поэтому ты, в общем, представляешь себе, на что ты идешь. Я думаю, проблема глубже. Проблема в образовании. Мы стремительно теряем качество гуманитарного образования. Стремительно. Я закончил пединститут, я 8 лет работал в школе. У нас иногда бывают вечера встреч с моими однокурсницами по пединституту. И однажды мы сидели, общались, в таком вечере встретилась, девочка работает в школе недалеко от моего дома. Я ей говорю, давай я к тебе буду в школу приходить бесплатно, мне не нужны деньги. Вообще. Я буду у тебя вести уроки кино, показывать детям кино, рассказывать, как его нужно смотреть, а иногда приводить людей каких-то из этого мира. Она говорит, отлично, я переговорю с директором. Звонит, говорит, не отлично, ты должен написать программу ее, где-то утвердить, пойти туда. Я говорю, нет, извини. Вот, собственно, так. Начинать нужно с детей. Очень трудно. В России исчезло семейное кино. Практически не снимают детского и семейного кино. мы не можем конкурировать. Только мультики. Мы не можем конкурировать. Но с мультиками же получается. Мы даже выходим на мировой рынок и продаем. В Китае. Ну, это тоже мировой рынок. Скажем так, в Китае. Только в Китае? Знаешь, забавно, вот еще один любопытный пример. Сейчас был опрос среди россиян. Самый популярный мультфильм. Знаешь, какой название? Какой? Кальку с Томой и Джерри. Как называется Калька с Томой и Джерри? Ну, ты имеешь в виду наш? Да. Ну, погоди. Ну, погоди. Это Калька с Томой и Джерри. В Японии. Япония, ты знаешь, фанатеет этот мультфильм. Просто меня сейчас так расстроил. Я не Кальку, может, ну, погоди, Калька. Абсолютно. Калька с Томой и Джерри. Ну, хорошо, так. Вспомни. Вспомни даже кадр знаменитый, когда волк убегает, а за ним каток едет. Да. Это есть в Томе и Джерри. Ну, может, совпало просто. Ну, действительно. Просто там, 50 лет раньше, а так совпало. Не в этом дело. Япония фанатеет от мультфильмов и от русских. Чебурашка у них национальный герой. Они проводят такие опросы. Лучший анимационный фильм всех времен и народов. И несколько лет подряд поочередно занимали первое и второе места наши мультфильмы. Только не, ну, погоди, а сказка сказок и ежик в тумане. Вот, к сожалению, россияне не назвали эти мультики в числе самых популярных. Кота Леопольда назвали, а эти нет, потому что это умные мультики. Умные. Потому что думать нужно. Думать нужно. Конечно. Ну, хорошо. У нас время все убегает и убегает. Я не могу, не воспользовавшись твоими сумасшедшими знаниями мира кино, давай так, попытаемся поделить на две части. Все-таки мы вступаем вперед. Сейчас вот какая-то часть лета, потом наступит осень и так далее. Чего нам ждать в этом году от русского кино и от нерусского кино? во-первых, надо ждать новой картины Тарантино, которая, правда, очень неоднозначная. Ты Тарантиновец или анти-Тарантиновец? И я для себя познаю кино через это. Вот Тарантино к ним относится, поэтому я очень жду его новой ленты и очень интересно, что это будет. Сейчас я очень советую всем, если среди, а я верю, что среди этой аудитории есть умный зритель, сходить, посмотрите новый фильм Педро Альмадовара, за который Антонио Бандерас получил в Каннах приз за лучшую мужскую роль. А что ждать лето будет? Я думаю, мертвый сезон. Ну, в Америке какие-то блокбастеры традиционно выходят 4 июля, ближе к Дню Независимости. Что-нибудь эдакое. Что-нибудь эдакое, да. Слушай, а вот эти вот старости все, там новый терминатор, слухи, новый терминатор, новые пираты, еще чего-то. Ремейк это тяжелая история, потому что люди исходят из принципа не надо резать курицу, которую приносят золотые яйца. После этого... Хотя яйца уже не золотые. Абсолютно. Нет, они все равно золотые. Хотя сам Джонни Депп не раз говорил, что он ненавидит уже Джека Воробья. Просто ненавидит, что он артист, а не этот самый. Вот. А не клоу. Во что это пираты Карибского моря, во что, собственно, превратились. Это невозможно. От сиклов, от ремейков можно одуреть. Мировой кризис сценариев, безусловно, мировой. И, конечно, на мой взгляд, абсолютный мировой кризис, мировой продюсирование. К счастью, в России это не так распространено. Мы не снимаем условно, иронию судьбы 25, с нас хватило иронию судьбы 2, и дальше мы и не двинулись. Это хорошо. А Америка, к сожалению, попала. А потому что мы не умеем снимать продолжение? С одной стороны, мы не умеем снимать продолжение, а с другой стороны, и хорошо, что не умеем. И хорошо. Я этому рад. Хорошо. Я в свое время разговаривал с Мэттом Дэймоном, когда вышел сиквел Борна. И он мне сказал, что он ненавидит сиквелы и считает, что в истории человечества есть три удачных сиквела. С одним, категорически не согласен, с двумя согласен. Первый, удачный сиквел. Новый Завет лучше Ветхого Завета. Категорически не согласен, мне больше нравится Ветхый. Второй, 100%. Второй крестный отец лучше первого крестного отца. Так же, как второй терминатор, лучше первого. И приключение Геккельберри Финна лучше приключение Тома. Сойера. Понятно, интересная история. Ну хорошо, завершая, выдвигаясь, как на финишную прямую, скажи, пожалуйста, ты сказал, что есть определенный кризис сценариев, сценаристов, то есть кризис авторов. Игра престолов, как, я сейчас не о сериалах, потому что сериал, мне кажется, отдельная тема, мы с удовольствием у тебя еще пригласим и поговорим, потому что сам у них иногда выступаю. Скажи, Игра престолов, вот этот феномен, это что? Феномен хорошей режиссуры, феномен хорошего сценария, работы актеров, либо это лихо раскрученная околокиношная история? Никакой околокиношной нет. Это феномен. Мне кажется, что в основе феномена все равно лежат книги Джорджа Мартина, и в основе этих книг лежат два, нет, одно великое литературное произведение и один великий автор. В основе Игры престолов лежит Библия и Шекспир, потому что, если вдуматься, то ты в Игре престолов увидишь и короля Лира, и Гамлета. Всего понемножку. Конечно, там блистательный литературный материал замечательно переработает Джорджа Мартина. У человечества есть три великих драматурга. Пушкин, Чехов, Шекспир. Вот Джордж Мартин, видимо, хуже знаком с Чеховым и Пушкиным, и он взял Шекспира. Шекспира там есть много. И должен тебе сказать, что это хорошо, это замечательно. Кто б спорит. Итак, Давид Шнейдеров, киножурналист у нас в студии. Я думаю, что мы еще не раз с тобой встретимся, потому что интересная тема получилась. Это программа «Открытый диалог», но и коль прозвучало имя Шекспира, то хочется ее закончить сегодня так. «Вся жизнь – игра, а мы – актеры». Ну, как говорило. Весь мир – театр. «А мы – актеры», «Вся жизнь – игра». А можно еще другой цитатой закончить. «Век расшатался, и сквернее всего, что я рожден восстановить его». А это Гамлин. Как неожиданно. На этом мы с вами прощаемся. Давид Шнейдеров, Николай Пивненко и программа «Открытый диалог». Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова